Вести Карачаева, Черкесия В Москве состоялась рабочая встреча председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина с заместителем председателя правительства республики Ириной Гербековой. В ходе встречи обсуждались различные аспекты работы учреждений здравоохранения Карачаева-Черкесии в рамках реализации программы обязательного медицинского страхования, предусматривающей реализацию прав граждан на получение качественной медицинской помощи, повышение ее доступности, улучшение материально-технического обеспечения региональных лечебных учреждений. Кроме того, обсудили работу региона в новом направлении по оценке результативности первичного звена здравоохранения. Карачаева-Черкесия планирует в этом году направить более 25 миллионов рублей на улучшение жилищных условий инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, вдов ветеранов и участников боевых действий. Средства, предусмотренные в бюджете на 2022 год, позволят улучшить жилищные условия 29 граждан, что в два с половиной раза превышает число граждан в 2021 году. Комментирует информацию начальник отдела по социальной защите ветеранов, инвалидов и пожилых людей Министерства труда и социального развития региона Наталья Василенко. В 2022 году будет значительное увеличение выделяемой суммы и большее количество граждан смогут улучшить свои жилищные условия. В частности, это касается инвалидов. Мы планируем 29 человек обеспечить субсидиями с федерального бюджета на улучшение жилищных условий. Но я хотела бы обратить внимание, что Министерство труда выполняет федеральные полномочия только в отношении инвалидов и ветеранов боевых действий, ставших на учет в качестве нуждающихся до 2005 года. Это ни в коем случае не ремонт. Это приобретение, улучшение жилищных условий подразумевает в себе приобретение жилых помещений. Министр сельского хозяйства Карачаева Черкесии Анзор Боташа в ходе рабочей встречи с представителями группы компаний «Домотэ» в лице заместителя генерального директора по административным вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Кавказмясо» Харуна Гидеева и заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества с ограниченной ответственностью «Ставропольский фермер» Александр Калиничева обсудили ход реализации инвестиционных проектов компаний в регионе. В этом году планируется открытие крупнейшего в округе полностью реконструированного завода по убою переработки баранины «Домотэ» мощностью 25 тысяч тонн продукции в год в городе Черкесске. Семья Микитовых и Заула Хабес стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года-2022» в номинации «Золотая семья». Владимир Мухарбевич и Лиза Сагидовна браки уже 53 года. Они познакомились в далеком 1967 году. Владимир Микитов тогда работал в музыкальной школе, а будущая супруга трудилась товароведом. В браке у супругов родилось трое детей. Никогда не сидевшие без дела, Микитовы и своих детей приучили к трудолюбию и любви к родной земле. Сейчас в большой семье восемь внуков и трое правнуков. Все они часто собираются в родительском доме. Добавлю, что встреча семьи победителей состоится в октябре в Москве. Благодаря нацпроекту «Демография» по всей стране сейчас проходит обучение граждан востребованным профессиям за счет федерального бюджета. В Северокавказском федеральном округе этим занимается Северокавказский институт филиал «Ранхикс». Обучение там могут пройти граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте до 7 лет включительно. Повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку можно по нескольким направлениям, сообщил директор Северокавказского института филиала «Ранхикс» Азамат Лисов. В Карачаево-Черкесии в рамках нашей квоты повышение квалификации и переподготовку могут пройти 200 жителей республики. Самые разные программы – это и кадровый аудит, это и оценка недвижимости, это и программы, связанные с управленческими компетенциями и так далее. Поэтому спектр очень обширный и я уверен, что те программы, которые реализует президентская академия, позволят нашим гражданам улучшить свое положение и в организации, и найти новую работу в случае такой необходимости. Три большегруза с гуманитарной помощью выехали из Карачаево-Черкесии и прибудут в пункты назначения. Две машины по линии Министерства обороны России направятся на Донбасс. Питьевая вода предназначена для военнослужащих, участников специальной военной операции. Одна из машин поедет в военный госпиталь в Ростов-на-Дону, где проходят лечение и реабилитацию военные. С начала проведения спецоперации Карачаево-Черкесия отправила более 250 тонн ценного груза. В рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Усть-Джигутинскую центральную районную больницу поступили новые служебные автомобили. Две машины скорой помощи и четыре санитарные машины. Автомобили предназначены для работы участковой службы учреждения. Новейшие автомобили для участковой службы значительно упростили условия труда медицинских работников учреждения. Сократилось время доезда до пациента, что в свою очередь позволило обслуживать большее количество вызовов. В настоящее время в парке автомобилей больницы всего 20% машин имеют срок службы свыше пяти лет. Популяризация здорового и активного образа жизни в числе приоритетов партии «Единая Россия», ведь это напрямую влияет на сохранение и укрепление здоровья людей. По этой причине очень важно обеспечить доступность занятий спортом для всех категорий населения, развивать спортивную инфраструктуру, в том числе на селе. В рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» в ауле Саратюз идет строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. О необходимости строительства объекта в ауле рассказал председатель совета старейшин аула Абдурахман Дуюнов. Оздоровительный центр, комплекс был нужен давно. Дети особенно, вот когда обучаются тут, все хотели, поехали в соседний аул, чтобы заниматься спортом. У нас не было такого строительства, такого комплекса. С 9 по 15 августа высокогорный Северокавказский форум «Махар-2022» соберет около 100 участников из всех регионов Северокавказского и Южного федеральных округов. У молодежи появилась возможность получить новые знания и грант до 500 тысяч рублей. Реализовать свои идеи можно в следующих направлениях. Социальное проектирование, студенческий туризм, творчество и креативные индустрии. Подробности сообщил директор форума «Махар» Расул Динаев. Участниками форума станут 100 активных ребят со всех субъектов СКФО и Адыгеи. Поскольку форум посвящен 100-летию Карачаева-Черкесской республики, поэтому мы помимо субъектов СКФО добавили число участников ребят из Адыгеи, потому что там тоже 100-летие. Организаторами форума выступают Министерство по делам молодежи, Карачаево-Черкеский госуниверситет, региональное отделение Российского союза молодежи и высокогорный креативный кластер. Порядка 300 молодых людей воспользовались образовательной платформой про знания КЧР, направленной на повышение качества знаний, востребованных для жителей региона сферах. Образовательная платформа – проект Министерства по делам молодежи республики, целью которого является создание доступной онлайн-среды для обучения актуальным навыкам. Данный проект дает возможность для получения удаленного образования в выбранной сфере, рассказал советник министра по делам молодежи республики Расим Попшуов. Это бесплатная образовательная площадка, на которой каждый человек может зайти, зарегистрироваться и проходить те или иные курсы важным, по его мнению, направлением, будь то это программирование, будь то это дизайн и так далее, и развиваться в этом ключе. То есть человек может быть студентом, но получать важные для себя практические навыки, которые он уже может использовать как инструмент для продвижения себя. В Карачаево-Черкесии с начала года местные жители пытались 11 раз подкупить сотрудников ГИБДД. Об этом сообщила государственный инспектор по пропаганде управления ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии Лилия Гогушева. Уважаемые жители и гости Карачаево-Черкесской республики, напоминаем вам, что патрульные автомобили сотрудников ДПС оборудованы видеорегистраторами как внутри салона, так и снаружи, в целях фиксации всех происходящих действий, а также для предотвращения фактов склонения инспекторов к совершению коррупционного правонарушения. Любая попытка правонарушителя уйти от ответственности, предлагая сотруднику ГИБДД взятку, от ответственности и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Дача взятки равно как ее получение являются уголовно наказуемым деянием для получателя взятки и лица, склоняющего к совершению коррупционного правонарушения. За 6 месяцев текущего года на территории республики было выявлено 11 фактов дачи взятки сотруднику полиции, совершенные водителями транспортных средств. Госавтоинспекция МВД по Карачаево-Черкесской республике обращается к участникам дорожного движения с призывом соблюдать требования правил дорожного движения Российской Федерации и исключить факты коррупционных проявлений по отношению к сотрудникам полиции. Сотрудники прислужбы МВД по Карачаево-Черкесии провели урок безопасности в профильной смене летнего лагеря «Гранд Виктория» для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. В доступной форме детям была обдаведена информация о правилах безопасного поведения на улицах и в интернете, а также о том, как не стать жертвой злоумышленников. Как себя вести, если к вам обращаются незнакомые люди, кому обращаться за помощью в таких случаях. Ребятам раздали памятки об основных правилах поведения и защите от мошеннических действий, чтобы они всегда были под рукой. Комментирует информацию представитель пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесии Амина Иркенова. Самое время напомнить ребятам правила безопасного поведения. Урок придуман специально для того, чтобы дети знали и могли применить правила личной безопасности. Игровая методика подачи материала особенно эффективна и помогает прочнее запомнить информацию. Подобные мероприятия ежегодно проводятся на протяжении всех летних каникул. В курортном поселке Донбасс завершилась межрегиональная летняя профильная смена для активистов детских движений из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи в семье единой, посвященной столетию регионов. В рамках мероприятия участники смены исполнили танцевальные и вокальные номера, после чего ребята из Карачаево-Черкесии преподнесли своим друзьям из Кабардино-Балкарии и Адыгеи памятные подарки. После торжественного закрытия смены прошли интересные запоминающиеся мероприятия «Костер дружбы», «Фейерверк в честь друзей», «Орлядский круг друзей» и «Зажигательная дискотека». Радио России Карачаево-Черкесия Погода По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь с градом, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 21, плюс 26, в горах местами до плюс 19. В Черкесии переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 25 градусов. Это все новости к этому часу. С ними я вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин